Салам пополам, затворники! Чё, сидите по домам? Гоу гулять! Да ладно, я угораю, куда вы пойдёте? У вас же нет друзей! А-а-а! Да не, я опять угораю! Карантин, ёпта, все помнят! Короче, сегодня весь мир внезапно осознал, что настоящие герои — это обычные люди, живущие среди нас. И совсем не обязательно обладать суперспособностями или быть укушенным самкой богомола, чтобы ежедневно спасать людей. Так что я и мой блистательный соведущий, обладатель трёх премий Грэмми и премии Ника — Семён Приколист. Всем привет! Какой приколист! Мы расскажем, как герои реального мира, врачи и медсёстры, присутствуют в мире виртуальном. В каких игрулях удачно освещена медицинская тематика, где реалистичнее всего показаны действия медиков и вообще. Ну, удачной нам дороги! Ну, первое, что приходит на ум — хардкорная медицинская игруля Surgeon Simulator. Это интерактивный симулятор работы хирурга. В игре вам придётся управлять рукой хирурга, проводя сложнейшие операции. Игруля есть в VR, но особенно хардкорно в неё рубануть на ПКшке, чтобы за каждый палец, за каждое движение кисти отвечала отдельная кнопка на клаве. Малейшая оплошность может привести к провалу операции. Ты можешь зацепить операционный стол, уронить инструмент на пол или, что ещё хуже, орган пациента. Здесь действительно показан весь смысл медицины. Рукожопым в ней не место. Движемся далее. Топовая в своей нише серия Emergency — это симулятор городских экстренных служб. В этой игруле вы выступаете в роли главного сталкера по чрезвычайным ситуациям, координируя работу специалистов разного профиля в условиях катаклизмов. Вам необходимо грамотно и оперативно руководить пожарными, врачами и полицейскими, чтобы спасти как можно больше людей. Интерес в том, что игрок должен распоряжаться своими службами максимально эффективно, ведь иногда они будут ограниченными по времени или финансам. Иногда сами пострадавшие будут создавать суматоху и препятствовать работе. В общем, Жизойда Дикая. Неожиданно к нам врывается серия игр Silent Hill. Таинственный город, в который постоянно, сука, попадают люди уже 20 лет подряд, когда ж вы научитесь, наводнен разного рода аномалиями и сущностями. Но большая часть непоняток крутится вокруг двух госпиталей, куда рано или поздно попадают персонажи. На вид больницы как будто недавно были наводнены сотрудниками. Везде валяются какие-то рентгены, истории болезней. Единственное, бахил не видно. Но здесь игроков только грамотно окучивают демоны и няшные медсестры без лица, которые стали главным символом игры. У-у-у, страшно, вырубай. В общем, кто-то из разрабов, видимо, знатно сходил к стоматологу, что наркоз до сих пор не отпускает. На очереди игра Two Point Hospital. Это несерьезный симулятор больницы. Для удобства можете называть его медицинский симс. Забавный пластилиновый дизайн, странный юмор и можно поместить человека в четырех стенах и удалить дверь. В этой игре упор делается на грамотное управление. В вашей больнице не должно быть очередей. Пациенты хотят получать лучшее лечение, а специалисты нуждаются в достойной зарплате и хорошем оборудовании. Если твоя больница топ, то со временем она будет повышать свой уровень. А это значит, ты будешь получать от города больше денег. Больше хороших специалистов захотят у тебя работать. И в конечном счете больше людей ты сможешь запирать в стенах. Посмотрим, какой ты главврач. Топовый, как Денис Проценко или ну такое. В общем, надо расписать бюджет больницы. Поскольку здесь никто не работает, кроме меня, а вы все сумасшедшие. Предлагаю меня повысить, да бога. И на сладкая наша роднуля миссии парамедиков в серии GTA. Особым лакшери-ходом в игре всегда была добыча денег на обычной работе. Таксист, пожарный или доктор. Когда вы садитесь в машину скорой помощи, ну, как садитесь, угоняете, жестко избив водителя, можно активировать побочную миссию парамедика. Ваша задача – доехать до точки, забрать больного и доставить в больничку за ограниченное время. С каждым уровнем прохождения увеличивается сложность, растет количество больных и ограничивается время доставки каждого. Так что здесь в упрощенном виде все по-настоящему. Как и у нас. Доставлять больного необходимо с минимальным ущербом для здоровья. Ехать надо не как в GTA, а как в жизни. Аккуратно, ни во что и ни в кого не врезаясь. А то будет, как в тот раз. А на сегодня все. Давайте там это, аккуратней. Всем Пакистан!